Лучшие писатели современности, литературные критики и журналисты собрались на книжной ярмарке. Гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми и других городов приехали презентовать новинки и почитать местных авторов. Что сегодня читать модно и что листают на досуге первые лица региона, знает Ольга Гаврилюк. День читательских удовольствий в самом разгаре. Под одной крышей собрались более 50 издательств и 21 автор. Драмы, детективы, атласы, комедии и даже семейные хроники. Все это можно купить по издательским ценам. Главное культурное событие осени собрало известных писателей, лекции, творческие мастер-классы и, конечно же, новинки книжного рынка. Это для младшего и для среднего школьного возраста. Если основные сериалы универсальны, то здесь, мне кажется, где-то с 7 до 12 лет. Свои новые книги презентует автор хулиганских фэнтези Дмитрий Емец. Знаменитый писатель, родитель Тани Гротер и вселенского неудачника. Приехал в Челябинск на ярмарку из столицы. Полгода практически ничего не происходило, но было много встреч по скайпу и по зуму и так далее. И не хватало живых глаз. Вообще, очень интересные всегда талантливые люди бывают, особенно в этом городе, как в Челябинске. Среди литературоведов тоже есть свои тренды. Так, чаще всего, сегодня скупают романы, фантастику и документальные издания. Например, популярными книгами стали «Дни Савелия», «Удивительные приключения рыбы Лоцмана» и «Картинные девушки». Приобретали Матвееву, приобретали уже служителя. Юзефович тоже приобретали. То есть, я думаю, что интерес будет у челябинских читателей к этим книгам. На ярмарку заходит и супруга губернатора Ирина Текслер. Первая леди региона с удовольствием останавливается у полок с учебной литературой. Это рабочие тетради для какого предмета или для всех узнавателей? Наверное, это окружающий мир. Супруга губернатора делится. В их доме всегда много книг. Например, сама Ирина недавно прочитала «Шантарам», «Тень горы» и произведения израильского автора Ноэ Харари. «Мы любим читать. У нас постоянно книги. И мы, наоборот, обмениваемся какими-то своими находками, что хотим прочитать». Здесь же проходит и Всероссийский литературный форум «Рыжий фест». Его проводит Союз журналистов Челябинской области при поддержке фонда президентских грантов и публичной библиотеки. «Масштабно ярмарка проводится в пятый раз. Но вообще история уже насчитывает 21 год. Это встреча с авторами, это презентация новых книг, это диалоги, это ток-шоу и много всего другого». Творческие встречи с читателями 25 и 26 сентября пройдут не только в Челябинске, но также в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме.